Сергей Шайгу сегодня прибыл в Североморск на базу Северного морского флота. Ему уже доложили о ходе расследования причин гибели 14 членов команды подводного научно-исследовательского аппарата в Баренцев море. Министр поделился некоторыми подробностями того, что произошло. В частности, рассказал, что часть экипажа удалось спасти. А первым из отсека, где начался пожар, моряки эвакуировали гражданского специалиста, который был на борту. После чего задраили люк и геройски продолжали бороться с огнем. Погибших офицеров представят госнаградам, а их семьи получат всю необходимую помощь. Аварийное судно сейчас находится на базе. Данные, о каком именно аппарате, идет речь, как и ряд других деталей трагедии, публиковать не будут. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация относится к категории совершенно секретной. Тем временем появились данные о личностях погибших подводников. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на своей страничке в соцсети написал, команда была закреплена за воинской частью северной столицы и оттуда отправилось в последнее плавание. Сообщается, часть подводников была жителями Петербурга. Власти города обещали оказать помощь семьям погибших. Об аварии на подводном судне стало известно накануне. На борту произошел пожар, когда аппарат занимался исследованием дна Баренцева моря в наших территориальных водах. Моряки сумели справиться с огнем. Жертвами стали 14 человек, они утравились угарным газом. Среди погибших 7 капитанов первого ранга, двое героев России.